В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Послание президента Российской Федерации Федеральному собранию посмотрели в районном историко-культурном центре. Реализация всех заемных целей требует значительных ресурсов. В Ленинском городском округе начали подготовку к крещенским купаниям. Дополнительная смена личного белья, перчатки, шапка, носки, ну самые такие ходовые вещи. То есть это рекомендуется взять с собой дополнительно. Рождественские калядки в Центре социального обслуживания населения «Вера». Мы нашли каляду у Раманова двора. В Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» состоялось совместное заседание Госдумы и Совета Федерации. На него также пригласили представителей других ветвей власти, членов госсовета и глав религиозных конфессий. В нынешнем году послание Федеральному собранию освещалось особенно широко. Достаточно сказать, что помимо федеральных каналов, оно транслировалось в аэропортах, больницах, библиотеках, общественном транспорте и даже в космосе, на МКС и на горе Эльбрус. Организовано масштабное мероприятие было Общероссийским народным фронтом. Организован просмотр был и в районном историко-культурном центре. Здесь собрались представители бизнес-структур, общественных организаций, руководства муниципалитета и поселений. После того, как президент озвучил свое послание, собравшиеся обменялись мнениями. Наше внимание было обращено на то, что действительно органы местного самоуправления есть необходимость добавить полномочий и расширить их влияние. Конечно, хотелось бы, чтобы все эти изменения, которые нас ожидают, чтобы они как можно скорее, я уверена, что они будут все только лишь, будут делать более эффективную работу нашего представительного органа. В ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи перед правительством и парламентом. По мнению собравшихся, главное в последующей работе осуществлять контроль за реализацией идей, озвученных в послании президента. Есть инициатива, ее нужно не то чтобы реализовать, ее еще нужно правильно проконтролировать. Вот для этого, соответственно, есть региональные управленницы и есть, соответственно, местное самоуправление. Вот наша задача через, может быть, структуру ОНФ, та же самая, давать посыл конкретно, насколько правильно трактуются и реализуются те слова, которые президент пытается реализовать в виде своих предложений. Послание Федеральному собранию – обязанность главы государства, прописанная в Конституции. В Ленинском городском округе начали подготовку к крещенским купаниям. Всего окунуться в ледяную воду верующие смогут в восьми специально оборудованных местах. О том, где это можно будет сделать безопасно, расскажем в нашем следующем сюжете. Теплая зима в этом году внесла свои коррективы в подготовку к крещенским купаниям. Настоящих морозов еще не было и пока не предвидится, поэтому лед на водоемах тонкий, а на некоторых отсутствует вовсе. Когда лед крепкий, то у нас специальное оборудование, которое позволяет с одной стороны со льда опускаться в воду по деревянным помостам, а с другой стороны выходить опять же на лед по деревянным помостам, держась за поручни. Сейчас льда не будет практически, а тот лед, который я сказал, он не годится для этих целей. Следовательно, само оборудование приходится переделывать. Но не везде такие настилы возможно организовать, поэтому в этом году из-за отсутствия льда и санитарного состояния воды окунаться в крещение будет запрещено в пруду около храма мучеников новороссийских у Бутовского полигона и в Лопатинском пруду. Тем не менее, мы выставим дежурные службы, выставим полицию, МЧС, потому что будут приходить люди, хотя мы заранее уже выставили таблицы, что отменяется купание. На остальных пяти открытых водоемах подготовка к крещенским купаниям уже идет. Работы должны быть завершены к субботе. Окунуться в ледяную воду можно будет в поселке Володарского, Молокове, деревнях Калиновка и Опаренке. Будут купания, но уже не в открытых водоемах, а на территории храмов. Это в Измайлово Троицкий храм, это в Беседах храм и в Сахозе Ленина. И в Сахозе Ленин храм. Вот в этих трех храмах тоже будут крещенские купания, но в купальнях специально оборудованных. На всех оборудованных открытых водоемах крещения уже с 10 вечера будут дежурить медики, сотрудники полиции, МЧС, администрации района и поселений. Врачи рекомендуют воздержаться от купания в ледяной воде детям до 6 лет, беременным женщинам и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Но даже если вашему здоровью можно позавидовать, следует быть бдительными и рассчитывать свои силы. Перед купанием обильно не есть, сделать перекус, ну такой калорийной пищей, ну естественно не употреблять алкогольные напитки до купания и после купания. После купания не растираться, не растираться, а просто как бы вытереться полотенцем, тепло одеться. При следовании к месту проруби не толпиться, ни в коем случае нельзя резко прыгать в воду, необходимо постепенно войти в воду и совершить несколько погружений, которые необходимо сделать. В воде находиться не более 30 секунд. Возьмите с собой дополнительно пару сменного белья, потому что намочили, положили уже полотенце, сели на мокрое. Дополнительная смена личного белья, перчатки, шапка, носки, ну самые такие ходовые вещи. То есть это рекомендуется взять с собой дополнительно. Горячий чай и покушать через некоторое время. Для удобства жителей в местах купания также будут организованы палатки, где можно будет переодеться, согреться и выпить горячего чая. С точным списком разрешенных мест для купания можно ознакомиться на сайтах администрации муниципалитета и поселений. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДНОЭТВ. В середине января в России отмечается День заповедников и национальных парков. Ленинский городской округ богат своими лесами, но особая гордость – музей-заповедник Горки Ленинские. Территория порядка 300 гектаров, на которой расположилось 4 основных музея и сотня памятников археологии и культуры. Чем сегодня живут горки, расскажет Юлия Погасьян. Музей-заповедник Горки Ленинские – территория с богатой историей. Долгие годы она ассоциировалась с местом, где жил, работал и умер российский революционер Владимир Ленин. Но жизнь здесь началась еще в далеком X веке. Много позже, в 1824 году, генерал Писарев вдохнул в усадьбу новую жизнь. А последней владелицей была Зинаида Морозова-Рейнбот. Тот вид усадьбы, который мы можем сегодня наблюдать, ее творение. При Морозовой происходит полная реконструкция главного дома. Здесь были проведены все коммуникации. Горячая и холодная вода, отопление, канализация. Самое главное – это, конечно же, телефонная связь. Но, естественно, все эти удобства не могли повлиять на дальнейшую судьбу усадьбы. В 17-м году происходит революция. В марте 18-го усадьба была национализирована. Морозова-Горки покинула. Сюда она больше никогда не возвращалась. Ну, а в сентябре 1918-го, после ранения, сюда приезжает впервые Владимир Ильич Ленин. Можно смело говорить, что усадьба сохранилась. Благодаря Ленину, после его смерти, здесь был создан музей. В 1972 году было принято решение о преобразовании территории в заповедную зону. Ее площадь составила порядка 300 гектаров. Чуть позже, в 1987 году, был построен последний в СССР музей Ленина. Большое здание в стиле конструктивизма, общественно-культурный центр. А в 1994-м в Горке из Кремля переехала экспозиция «Кабинет и квартира вождя пролетариата». Здесь сейчас ведутся научные исследования жизни постреволюционного периода. Результатом научной работы сотрудников музея является продукт. То есть то, что увидит посетитель. А посетитель увидит выставку. Он услышит какую-то лекцию или какой-то доклад. То есть все, что я делаю здесь, как научный сотрудник, оно для посетителей. Сегодня Горки-Ленинский – это место, где интересно может быть всем поколениям и людям с разными интеллектуальными запросами. Одних музей-заповедник привлекает усадебной архитектурой и бытом дореволюционной знати, других – богатой зеленой территорией, третьих – личностью Владимира Ульянова. За последние два года выросло число посетителей. В год Горки посещает порядка 200 тысяч гостей. Мы настолько древние с точки зрения российской истории территория, что мы можем предоставить своему посетителю очень интересные открытия, исторические открытия, которые они могут совершить, начиная от древней истории нашей страны. В музее-заповеднике большой простор для масштабных массовых мероприятий, как для детей, так и для взрослых. Не проходит ни одного выходного дня без различных мастер-классов, выставок, спектаклей, лекций. В 2020 году их станет больше. Приуроченные лекции будут к 150-летию со дня рождения Владимира Ильича. 26 числа в 13.00 в научно-культурном центре состоится бесплатная лекция для всех посетителей музея-заповедника, посвященная политическому завещанию Ленина. Не многие знают, но кто был у нас, например, в кремлевской экспозиции, знают о том, что у нас находится подлинный портфель, в котором лежало политическое завещание Ленина, который был передан в Кремль, был передан Сталину. Научные сотрудники музея-заповедника Горки-Ленинский приоткроют тайну того самого завещания Ленина, которое могло бы изменить политическое развитие страны и коммунизма. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. ВиднетВ. Святки начинаются накануне Рождества Христова и длятся до Крещенского сочельника. В это время принято веселиться, калядовать, ходить друг к другу в гости. Вот и наша съемочная группа отправилась на праздничные посиделки в Центр социального обслуживания «Вера». Подробнее в нашем сюжете. Мы нашли каляду у Романа во дворах, Романа в двор, железный дым. Святочную неделю в Центре Веры почти каждый день проходят рождественские встречи. Такие мероприятия помогают разнообразить жизнь пожилых людей в серые пасмурные в этом году январские дни. А еще это отличный повод для душевного общения. Это не первый уже праздник. У нас приходил вчера волонтер Людмила Голубева, педагог первой школы. Она тоже проводила святые вечера, такую вот программу интересную. Попели калядки, спели Богородицу, почитали стихи духовные. Очень интересно прошла программа такая. Ирина Шамалина – постоянный посетитель Центра обслуживания, особенно в праздники, когда организуется много развлекательных программ. А калядки – это еще и прекрасная возможность спеть и потанцевать. Столько восторга, столько всего внутри, что руководству большое спасибо за такую организацию, за такое представление. И каждый день разные представления. И вообще на высшем уровне скажу. Большое спасибо. Фольклорный коллектив «Родничок» под руководством Елены Стрельниковой приезжает в Центр Веры регулярно. В этот раз они привезли с собой самых маленьких участников ансамбля, что особенно порадовало гостей праздника. Очень понравилось. Такое замечательное. Детишки ж больно хороши. Муж своих вырастили, а это прям интересно смотреть на них. Как в детство у нас ввели. Мы долго тренировались, учились. И мы вот так вот сумели сделать. Калядки уже давно и прочно вошли в репертуар родничка. Калядки мы поем обязательно. Восемь лет с малышами мы уже ходим по поселку. А в этом году мы попробовали первый раз походить по поселку со взрослыми. И уже даже мне сказали, что мы в Инстаграме появились. Зашла в магазин, а нам сказали, мы вас видели в Инстаграме. Такие мероприятия способствуют приливу жизненных сил и вдохновения для людей почтенного возраста. Бабушкам и дедушкам я желаю счастья, здоровья и радости. Я желаю, чтобы у них всегда была радость. А еще я желаю, чтобы они никогда не старели. Хороший эмоциональный настрой был на протяжении всего мероприятия. Возили хороводы, подпевали веселым песням-калядкам и даже поучаствовали в традиционных рождественских играх. Впечатлений хватит на целый год. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ. С 10 февраля стартует региональный этап всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе». В конкурсе могут принять участие все желающие. Работы представляются по трем номинациям. Лучший макет наружной социальной рекламы, лучший буклет и видеоролик антинаркотической направленности. Прием заявок осуществляется отделением по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Ленинскому району в срок с 10 января по 15 февраля 2020 года через дежурную часть. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания.